Ребят, всем привет! Я рада видеть вас на моем канале и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим про новинки косметики. Здесь у меня такая целая коробочка этих новинок, которые мы сегодня с вами будем рассматривать. И в этом видео я вам покажу новую палетку от Makeup Revolution, которая очень подозрительно напоминает другую известную палетку. Также несколько новинок от компании Benefit, матовые помады, которые намного лучше, чем Lime Crime и занимательный корейский уход. Так что давайте начнем и я думаю, что начнем мы как раз с новинок от Benefit. Самые прям новинки-новинки Benefit этого лета это Go Go Tint. Это пополнение линейки тинтов. Если вы знаете, то Bene Tint, то есть оригинальный продукт, был вообще самым первым средством, которое было выпущено компанией Benefit когда-то давным-давно. И сейчас в эту линейку входит несколько разнообразных тинтов. Вот в частности Go Go Tint это такой новый запуск. Он имеет ярко-вишневый цвет. По всем остальным характеристикам он очень похож, например, на позитинт. То есть у него не супер жидкая, а скорее гелевая текстура. То есть не как у Bene Tint, а как именно у позитинта. Он очень яркий. Если вы его используете на щеках, то тогда вам нужно его как можно скорее распределять, иначе он у вас присохнет таким пятном. Потом уже никак вы его не сотрете, потому что это очень стойкое средство. Если вы его используете на губах, то здесь все те же самые рекомендации, что и к остальным тинтам. Это то, что нужно губы предварительно увлажнять, потому что он их подсушивает. Но цвет очень красивый. И, кстати, мне понравилось, что у него такая немножко обновленная упаковка по сравнению с остальными тинтами. Следующая новинка это Dandelion Twinkle. Это вот такой прелестный просто хайлайтер. В нем достаточно много блесток, но это на самом деле не всегда мне нравится, но в этом случае это действительно уместно. И он, как и знаменитая пудра или румяна, кто как использует Dandelion, он имеет просто супер такой нежный какой-то аромат, фирменный тот самый. И плюс к тому очень нежный розовый цвет. Просто великолепный хайлайтер, очень красивый. Я думаю, он очень понравится тем, кто не любит какие-то вот прям яркие такие сияющие ядреные хайлайтеры, а любит вот так чуть-чуть какой-то пыльцы нанести на щеки и пойти немножечко так сиять. В общем, мне очень сильно понравился в упаковке. Кстати, здесь все как всегда. Зеркальце, сам хайлайтер и небольшая щеточка для нанесения. Ну а теперь давайте на минутку отвлечемся от разговоров про косметику и перейдем к разговору о кое-чем еще даже более приятном, чем косметика. Об отпуске. Последний раз я была в поездке не так давно. В гостях у Диана Суворовой в Киеве. Те, кто следит за мной в инстаграме или на ютубе знают об этом. Мы даже снимали совместные видео. И раньше для того, чтобы поехать куда-то в поездку, я всегда бронировала отели через букинг. Я думаю, что многие из вас тоже им пользуются. Но, как оказалось, сейчас есть намного более интересный и выгодный вариант. Это сервис, который называется Room Guru. И это, в отличие от букинга, в отличие от Агады, не система бронирования. Это сервис поиска и сравнения самых лучших предложений. То есть можно сказать, что это поисковик по поисковикам. Давайте вместе посмотрим, как работает сервис Room Guru. Зайдем на сайт и выберем какое-нибудь направление. Я хочу выбрать свой любимый Самой. Я думаю, что вы уже догадались об этом, что именно его я и выберу. И посмотрим, что есть на февраль. Какие есть интересные предложения по отелям. Кстати говоря, февраль это лучший месяц для поездки на Самой. Потому что в этом месяце меньше всего осадков. Поэтому, если вы планируете, у вас как бы есть варианты, то лучше выбирайте именно февраль. Мы уже можем видеть, что цены действительно разные. И, кстати, отели можно отсортировать по разным фильтрам. По звездности, по цене и по другим параметрам, которые для вас имеют значение. Но давайте мы отфильтруем по цене за ночь и по оценке гостей. Я думаю, что мы выберем вот этот вариант. Вот здесь вся информация по отелю. Можно посмотреть фото, можно посмотреть отзывы гостей. Ну и самое главное, что мы видим, это разные цены на разных сайтах. Давайте сейчас посмотрим, где он находится по карте. Потому что я вам всегда советую это делать, чтобы, ну, примерно представлять, где какой отель находится. Еще рядом с этим отелем несколько вариантов. Вот этот, например, я знаю. Так, здесь самая лучшая цена. Еще с бесплатной отменой бронирования. Теперь мы можем нажать вот сюда. Значит, нас сейчас перебросят на сайт Агода, где есть вот это предложение. И на Агоде мы уже и будем бронировать этот отель. Как вы можете знать, цены на номера в отелях на разных сайтах, на разных поисковых системах могут серьезно отличаться. И это зависит от нескольких моментов. Во-первых, от скидок, от спецпредложений, от разных акций, которые проходят в данный момент. Но также от ценовой политики конкретного сайта. Таким образом, может получиться, что, ну, допустим, на Агоде цена на один и тот же отель, на одни и те же даты будет ниже, чем на букинге. С ровно теми же самыми условиями. И для того, чтобы быстро сравнить эту информацию по этим поисковым системам, по другим и даже по системам бронирования конкретно отелей напрямую, вы можете использовать сервис Room Guru. А затем вы уже выбираете самый удобный и выгодный для себя вариант и бронируете конкретно на понравившемся сайте. Кстати, интересный факт обо мне. Я очень люблю искать разные выгодные предложения по отелям и по авиабилетам. Причем это абсолютно не значит, что я в ближайшее время собираюсь туда поехать. Это просто мне дает информацию на будущее и даже какое-то странное удовольствие. Поэтому, если вы тоже себя ловите на этом, что занимаетесь поиском постоянно разных предложений хороших, то напишите об этом в комментариях. Я думаю, что для тех, кто в ближайшее время собирается в отпуск, эта информация про сервис Room Guru будет очень актуальна. Поэтому я оставлю все ссылки на этот сервис внизу в инфобоксе под этим видео. Обязательно зайдите и попробуйте. И я вам желаю, точнее я уверена, что вы найдете для себя самое выгодное и удобное предложение. Также не забывайте подписываться на социальные сети Room Guru в Инстаграме и ВКонтакте, потому что там они очень часто публикуют самые интересные предложения и информацию о самых завлекательных туристических направлениях. Ну а мы тем временем с вами возвращаемся к косметике. Продвигаемся дальше с нашими новинками и теперь нас ждет та самая палетка. Эта палетка называется Golden Bar от компании Makeup Revolution, известной британской компанией, которая вошла на наш рынок совсем недавно. И, кстати, многие мои зрители мне постоянно пишут, сними видео конкретно про Makeup Revolution. В общем, эта палетка, как вы можете заметить, я думаю, многие уже догадались, она очень сильно похожа на палетку от Too Faced, которая называется Chocolate Bar. И здесь тоже 16 оттенков. Вообще, компания Makeup Revolution, они, знаете, так беззастенчиво берут чужие идеи и делают что-то свое, но очень похожее. В общем, эти оттенки, они действительно очень похожи на оригинальную палетку, но с той лишь разницей, что здесь все оттенки очень-очень сияющие. То есть здесь есть сатиновые, здесь есть конкретно шиммерные оттенки, но нет ни одного матового, в отличие от оригинала. И сами тени хорошие. Вот как у Makeup Revolution, они вот умеют делать тени, у них действительно очень мягкие, очень пигментированные, такие шелковистые, но они очень яркие. То есть, вы знаете, вот это многообразие супер шиммерных, супер сатиновых таких сияющих оттенков достаточно сложно с этой палеткой, несмотря на то, что здесь их 16, сделать полноценный макияж. Потому что вам всегда будет не хватать какого-то матового оттенка, ну, по крайней мере, мне всегда будет не хватать. И некоторые оттенки, они очень сильно близки между собой, то есть они друг на друга очень похожи. Вот в целом палетка неплохая, но мне кажется, что, ну, немножко бы поменьше вот этой шиммерности, вот этого сатина и побольше матовых оттенков, и все было бы совсем замечательно. Еще одно интересное наблюдение, это то, что оригинальная палетка от Too Faced, она, как известно, имеет запах ванили или запах шоколада, ну, кто что там различает. Вот эта палетка, она пахнет, как будто шоколадные конфеты в глазури, ну, в смысле, не шоколадные, именно вот, которые в глазури, такие немножко похуже. Ни в коем случае не хочу как-то вот Makeup Revolution унизить и осудить, но, тем не менее, это мне напоминает именно этот запах. Следующее средство от них, это тоже идея от Too Faced, и это хайлайтер, который называется Богиня Любви. Вот так он выглядит, в свое время у Too Faced были точно такие же средства, вот в точно таких же упаковках. Здесь написано, что этот хайлайтер трижды запечен, и именно поэтому он имеет такую, ну, как бы немножко суховатую, наверное, текстуру. Честно, мне он не очень понравился. Он какой-то вот немножко как такой мел, присыпанный блестками. Ну, в принципе, в общем-то, может быть, он и неплох, а в принципе-то, может быть, и ничего особенного. Ничего хорошего я про него больше сказать, к сожалению, не могу. А сейчас покажу вам, кстати, у нас сегодня как-то очень много хайлайтеров в этом видео, но все-таки лето. Сейчас я вам покажу летнюю новинку от компании Цаева. Они выпустили целую коллекцию такую, посвященную конкретно хайлайтерам. И первое средство от Цаева это палетка, которая называется Summer Strobe Spectrum. То есть это летняя версия, у них еще была зимняя версия подобных хайлайтеров и весенняя версия. Зимняя была такая в холодных оттенках, розовых, голубых, весенняя была желтая, а вот эта она такая бронзовая, летняя. И, как ни странно, сейчас я вот эти цвета вижу немножко по-другому, потому что у меня выставлен свет, с которым я снимаю. И мне кажется, что вот этот цвет какой-то зеленый, вот этот оранжевый, но вот эти, в принципе, не изменили своих оттенков. На самом деле, при реальном дневном свете или солнечном свете этот цвет имеет оттенок шампанского, вот этот он розовый. И, в принципе, эту палетку можно применять как для, как в качестве хайлайтера, точнее, так и в качестве бронзера. Либо как хайлайтер для там очень-очень загорелой кожи. Великолепное качество хайлайтеров. И, вы знаете, насчет компании C.E.V.O., вот у них всегда качество на высоте. Почти все средства, ну, по крайней мере, 90, наверное, 7% их средств, они просто потрясающие. И в данном случае не исключение. Эта палетка, она очень шелковистая, хайлайтер очень пигментированный. То есть, это не от Винкл, который чуть-чуть вам сделает такие сияющие щечки. Тут прям вот, вот прям сильно. Кому-то нравится такое, кому-то нравится немножко понежнее. Мне, в принципе, нравятся оба варианта. Также, это была пиар-рассылка, кстати, они мне прислали две кисти из коллекции Бамбу. Одна кисть для хайлайтера, другая кисть для скульптурирования лица. Но, в принципе, идеальные две кисти для этой палетки. Как всегда, кисти отличные. Бамбуковая ручка. Эта коллекция помечена как супер экологичная. По-моему, даже пометка Веган стоит на ней. И хорошие такие мягкие кисти, которыми я с удовольствием пользуюсь. Но, на самом деле, постоянно вот этой пользуюсь, вот этой вот для скульптурирования пользуюсь достаточно редко. Еще кое-что от Саэва. Это два вот таких вот смешных желе. На самом деле, это называется гель для стробинга. И я заметила, что многие именно немецкие компании в этом году выпустили подобные средства. Это действительно похоже на желе, в которое вы можете вот так окунуть палец. И оно примет форму, которую вы там оставили. Мне не очень нравится такая текстура, потому что, ну, как бы в баночке это желе, потом на коже он превращается во что-то такое водянистое. Это здорово, мне кажется, для тела, но для лица вот я как-то к этому не привыкла. Мне как-то интереснее работать просто с сухими хайлайтерами. Но если говорить про его плюсы, конкретно для лица, это то, что он абсолютно не оставляет никакого жирного эффекта. В отличие от многих жидких хайлайтеров. То есть он такой прям на водной основе и очень хорошо ложится. Нет никакого вот этого именно жирного свечения. Есть чистый хайлайтер. Но как минус могу отметить, что здесь достаточно такие заметные блестки, которые, ну, мне кажется, просто в сухой версии как-то лучше хайлайтер получился. Хотя это интересно. Вот для тела это просто прекрасно. А для лица, ну, у меня есть некоторые сомнения. Дальше хочу вам показать немножко корейского ухода. Кстати, этот корейский уход с сайта Style Korean. Мы с вами в прошлый раз тестировали другой корейский сайт. В этот раз мы тестируем Style Korean. И я вам поподробнее про него расскажу очень скоро. У нас с вами будет очень интересная инициатива совсем-совсем, ну, в ближайшее время. Итак, что же это за уход такой? Во-первых, это вот такой интересный тоник на настойке календулы. Этот тоник сейчас просто дико популярен, потому что есть определенная система, по которой его нужно применять. Он продается как вот просто в такой, в таком флакончике, так и в целом наборе из трех флаконов. В общем, что сейчас делают в Корее? В Корее появился новый тренд. Насчет вот этого тоника им предлагается умываться каждый день. Здесь написано, что он успокаивает кожу, увлажняет, придает ей сияние и эластичность, и баланс, и еще и смягчает кожу. То есть он делает все на свете. Умываться им предлагают, потому что якобы он спасает от прыщей, от акне и вот от всяких мелких шрамов. То есть очень заметно выравнивает текстуру, рельеф кожи и как раз вот, ну, избавляет от прыщей. Не знаю, насколько это правда, умываться я им не пробовала. Если вы хотите ему умываться, вам нужно два стакана воды вылить в миску и затем залить туда два колпачка вот этого средства. Оно по запаху очень напоминает настоящую настойку календулы. Мне вообще все это вот вспоминается, знаете, какие-то дачные дела, когда я была маленькая, и мы с бабушкой на даче тоже собирали эту календулу, там всякие другие травки и сушили их. Но правда я не помню, чтобы мы потом очень активно их использовали, но тем не менее, вот такое вот детство было у меня, и я думаю, что у вас вполне возможно тоже. Но как тоник он очень приятный. Я его использую именно как тоник, я его наношу на ватку, он суперэкономичный. И несмотря на то, что нам предлагается купить сразу три его флакона, он прям вот как-то, знаете, придает какую-то упругость как будто лицу, очень хорошо освежает кожу. Но я думаю, он вам может не понравиться, если вы очень сильно реагируете на какие-то прям травяные запахи. А с другой стороны, если вы любите такие запахи, то скорее всего вам он понравится. Еще хотела вам показать два корейских средства, и это средство тоже очень популярное сейчас в Корее. Выпускает их корейская, точнее даже сеульская клиника ориентальной медицины, традиционной корейской медицины. Называется это клиника Pungkang Yul. И они выпустили вот эту линейку, но в ней на самом деле побольше средств, у меня только два. Она сейчас тоже очень популярна, потому что вся эта линейка основана как раз вот на этих всех традиционных медицинских корейских знаниях. Честно говоря, я достаточно к этому скептически отношусь, конкретно вот к каким-то традиционным рецептам. Но как все пишут, это суперэффективные средства, просто всем безумно нравится, кто делает на них отзывы. В общем, что я могу сказать? Я пробовала оба. Это тоник, это увлажняющий крем. И они интересны тем, что в традиционной корейской медицине считается, что оптимальная температура кожи должна составлять ровно 31 градус. Если она ниже, это очень плохо. Если она выше, это очень плохо. Вот ровно 31 градус. И вот этот тоник, он якобы должен кожу разогреть, если ее температура ниже 31 градуса. А вот этот крем, он должен наоборот ее охладить, если температура, соответственно, выше. То есть сначала вы пользуетесь тоником и разогреваете лицо, потом вы пользуетесь кремом и, соответственно, как бы, ну, охлаждаете его. Я не заметила, чтобы от тоника у меня как-то лицо сильно разогревалось. Я думаю, это потому, что у меня, наверное, температура кожи выше, чем 31 градус. Но вот от этого крема действительно я почувствовала такое охлаждение. Ну и, в общем, они предназначены для того, чтобы делать вашу кожу идеально. Тут опять куча-куча всяких обещаний. И все, в общем, должно быть хорошо после использования этих средств. Что могу сказать на деле? На деле скажу, что вот этот тоник, он имеет такую гелевую текстуру, очень приятно на лице ощущается. Но мне немножко больше понравилось то средство с настойкой календулы. А вот этот увлажняющий крем, он очень интересный тем, что он делает кожу тоже такой прям супер упругой. Его еще, к тому же, можно применять как ночную маску, если нанести пожирнее. В общем, если вы заинтересовались, то зайдите на сайт Style Karen, там есть эти средства, еще очень много странных и интересных средств. А я сейчас вам тоже хочу показать интересную вещь. Это то, что я купила просто в подружке. И это губка для сухого очищения кистей. Она мне напоминает одновременно подушечку для штампов, для печатей. И также какую-то обувную губку. Знаете, вот похожие губки продают для очищения замшевой обуви. На самом деле, это действительно подобная губка. Очень жесткая, которую вы можете очень легко очистить сухие кисти. И я ее пробовала, реально работает очень здорово. Конечно, это только такое временное решение. То есть, если у вас всего одна кисть, которой вы делаете макияж глаз, вы можете быстренько ее вот так почистить. И кисть просто действительно идеально становится чистой. Но я бы не стала ей пользоваться постоянно. То есть, вообще для очищения всех своих кистей. Именно на постоянной основе. Потому что, мне кажется, она может их как-то, ну, немножко, так, подергать, что ли. Попортить. Хотя, с другой стороны, могу сказать, что у меня еще ничего подобного не было. Дальше продолжаем. И сейчас вам хочу показать два средства от Виши. Это два тональных крема из линии Дермабленд. Я уже их показывала вам в Инстаграме. Мне их прислали в составе пиар-рассылки от этого бренда. И я попробовала их оба. Вообще, вот эта линейка Дермабленд, она предназначена для тех, у кого действительно серьезные проблемы с кожей. Потому что это очень пигментированные тональные средства. Очень такие плотненькие. Но в них есть все равно некоторые различия. Вот это средство имеет текстуру флюида. То есть, оно такое более легкое именно по текстуре. Оно предназначено для тех, у кого ровная текстура кожи самой. То есть, нет каких-то шрамов, нет пор расширенных. Но, тем не менее, есть, например, пигментация. Как у меня, у меня заметная гиперпигментация кожи. Либо для тех, у кого витилиго, покраснение кожи. Какие-то, может, синяки на лице есть. И вот такие. То есть, именно, ну, изменение цвета, которое нужно замаскировать. Честно говоря, вот это средство мне вообще не понравилось. Я не знаю, почему со мной такое первый раз, что оно мне конкретно западает в поры. Я не страдаю расширенными порами, и ни один тональный крем, мне кажется, такого не делал на моем лице. То есть, у меня конкретно оно проваливается в поры, и они становятся как будто более выраженными. Поэтому вообще мне он как-то, ну, я просто не поняла его. Хотя я его наносила, в принципе, тоже влажным спонжем, как всегда. Может быть, как-то по-другому его нужно наносить, чтобы он работал. Но для меня, к сожалению, пока что он не работает. А вот следующее средство, оно наоборот предназначено. Оно так и называется 3D Correction. То есть, для того, чтобы корректировать именно текстуру кожи. Это для тех, у кого есть шрамы, или, например, у кого есть выраженное акне. То есть, вот когда кожа, сама ее текстура, сам рельеф неровный. И вот это средство неожиданно мне понравилось намного больше. Оно более плотное по текстуре. Оно имеет еще пудровый финиш. Вот оно действительно и ложится хорошо на мою кожу, и смотрится хорошо. Хотя, казалось бы, у меня вот именно нет проблемы с какими-то неровностями рельефа. Очень странная ситуация, но не знаю, с чем это связано. Поэтому вот это понравилось, вот это, к сожалению, не понравилось. А сейчас хочу завершить этот ролик тремя помадами от бренда La Splash. Это бренд из Лос-Анджелеса, который, мне кажется, я когда-то уже показывала на канале. В общем, у них вышла коллекция, можно ее назвать, Ангелы и Демоны. Ангелы это вот такие стойкие блески для губ. Супер стойкие, просто невероятные какие-то. Они такие жирненькие, и при этом они супер долго держатся на губах. Выглядят очень красиво и имеют, ну, вот такой обычный спонжик. И такой, немножко, знаете, какой-то карамельно-алкогольный слегка запах. Достаточно интересное средство. И, что важно, они вообще не сушат губы. Ну, в принципе, блески редко сушат губы, но вот этот вот тем более не сушат губы. А следующие две помады, это матовые помады, которые мне безумно понравились, потому что, на мой взгляд, они намного лучше помад от Lime Crime, например. И, кстати, дешевле помад от Lime Crime. Это грешники, которые имеют вот такие интересные спонжики в форме каких-то сердечек. В общем, такие спонжики с дырочками. И этими спонжиками очень-очень удобно наносить эту помаду. Прям можно точно-точно ее нанести, что важно, потому что она очень быстро застывает, и она суперстойкая, тоже не сушит губы, оставляет такой приятный мега матовый и пудровый одновременно финиш. Очень классные помады, мне просто безумно понравились. Пахнут они поприятнее, на самом деле, чем блески для губ. Они пахнут каким-то карамельным ликером. Ну, в принципе, предыдущие тоже, но у предыдущих как-то вот этот более спиртовой запах, а вот у этих вот прям такой приятный-приятный сладенький. Помады великолепные, так что если вы поклонник матовых жидких помад, таких не дешевых, как Lime Crime, советую вам обратить внимание на них, потому что они, ну, пусть и не сильно прям, но дешевле все равно, чем Lime Crime. На этом я заканчиваю сегодняшнее видео. Спасибо вам большое за просмотр. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. И не забывайте, если вы собираетесь в отпуск, то обязательно зайдите на сайт Room Guru, и посмотрите, где вам выгоднее будет бронировать отели. Также заходите в их социальные сети, и все ссылки на этот сервис я оставлю в инфобоксе под этим видео. Надеюсь, что видео для вас было полезным и интересным. Желаю вам прекрасного дня, прекрасного настроения, и до встречи в следующих моих роликах. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!